Всем привет. Меня зовут Артем Разинов. Я iOS-разработчик в компании Avita. Я работаю в команде, которая занимается релизами мобильных приложений. И сегодня я буду рассказывать вам о функциональных тестах на iOS. Сначала я коротко расскажу, зачем все это нам и вам. Затем я дам Hello World пример на XUI. Это фреймворк тестирования от компании Apple. И дальше я буду рассказывать про нашу оптимизацию, про самую базовую часть необходимую. И затем уже передаю к оптимизациям, CICD, процессам. Зачем? В нашей команде была поставлена стратегическая задача. Нам нужно было получить возможность релизиться раз в неделю мобильные приложения. Очевидный профит в чем? В том, что пользователь быстрее получает фичи. Но также еженедельные релизы позволят нам быстрее проводить какие-то эксперименты, быстрее получать фидбэк. И еще важный момент. Вот у нас, например, полгода назад были релизы раз в месяц. И это значит, что продуктовые команды торопились успеть в релиз, что-то делали очень быстро, и не дай бог они не успеют, и тогда у них фичи выключенными поедут в релиз. И все это мы можем решить автотестами. Автотесты также дают регулярные проверки и находят какие-то дополнительные вещи. И также с ними более безопасно рефакторить код. Мы как-то провели анализ багов, когда выбирали инструмент, и анализировали баги, которые являлись блокерами наших релизов. Мы выяснили, что 75% багов мы можем покрыть функциональными тестами, UI-тестами. И еще 50% компонентными тестами, об этом дальше расскажу, это более низкие уровни тестирования. График очень похож на такую перевернутую пирамиду тестирования, когда очень много ручных проверок, и там совсем мало юнит-тестов. Но если перекрытие убрать, то получим, что ручных тестов все-таки меньше нужно даже по конкретно этому исследованию блокеров релиза. И юнит-тестов тут очень мало, но, опять же, это не график того, как нужно покрывать. Пирамиды тестирования я упоминал. Примерно вот так вот ее все рисуют. Там могут быть разные наборы, разные проценты. Суть в чем? Более дорогие виды тестирования должны меньше использоваться. То есть, вот наверху у нас тут всевидящее око-тестировщика символизирует ручные проверки. А внизу это у нас юнит-тесты. Ручные проверки очень дорогие, их на каждой полрекрест не погоняешь. И ниже находится автоматизированная версия этого. Функциональные тесты. Это проверка каких-то сценариев пользовательских. Чуть пониже, совсем внизу, находятся юнит-тесты, вам известные. И в середине можно миксовать подходы. У нас это называется компонентные тесты. Прям отдельная практика есть. Мы в компонентных тестах не пользовательские сценарии тестируем, а берем какой-то модуль и пишем UI-тесты на этот модуль в изоляции. В том числе в изоляции от API. Мы можем очень быстро его создавать, тестировать всякие форматирования и все такое. Справа даны слова. Это не синонимы. Справа от функциональных тестов я написал blackbox и end-to-end. Blackbox это когда мы тестируем наше приложение как черный ящик. Мы не меняем его поведение, ничего не мокаем. End-to-end это значит, что мы с реальным бэкэндом работаем. Unit-тест это противоположность, это whitebox. У нас есть полный доступ к коду приложения, мы можем все мокать. Мы там тестим не UI, а какие-то классы, функции. Graybox это что-то среднее. Это совмещение подходов blackbox. Мы пишем, например, UI-тесты, но с полным доступом к памяти приложения. Мокаем очень активно. Вот так вот. Пирамида тестирования у нас реально выглядит вот так вот. Очень большой глазик. У нас тысяча ручных тест-кейсов написано. В скобочках 200, потому что мы не все эти тесты гоняем на регрессии. Мы понимаем, что вот это не поменялось часть приложения, поэтому ее тестировать особо не будем. Но если автоматизировать, то да, конечно, нужно все тысячи автоматизировать. Пока у нас 200 функциональных тестов, совсем немного юнитов и компонентных. У нас сейчас приоритет этот глазик уменьшать в сторону расширения функциональных тестов, потому что у нас затык сейчас именно в ручном тестировании. Если мы хотим раз в неделю релизиться, значит, что каждые два дня тестировщики просто должны какую-то платформу тестировать. Про инструменты долго говорить не буду. Скажу, что мы выбрали Earl Grey и XCUI в качестве инструментов. Earl Grey мы используем для Greybox-тестирования. Это фреймворк от Google XCUI. Это фреймворк от Apple для Blackbox-тестирования. Немножко расскажу, почему. У Earl Grey есть конкурент, это Keef. Но Keef он такой довольно простой, малоконфигурируемый, абстракции там очень мало. Ну, из-за этого сложно конфигурируемый. Earl Grey такой более продвинутый. И там есть очень много крутых штук. Это Greybox-тесты. Они выполняются в том же процессе, в котором Apple выполняется. И, соответственно, там он написан на Swift и Objective-C, и тесты тоже на нем. XCUI тоже позволяет нам тесты на Objective-C и Swift писать. И от всяких Apium и VDA отличается тем, что XCUI он как-то ближе, а Apium и VDA фактически то же самое используют. XCUI мы больше управляем, когда разрабатываем тесты. Также он на Swift и Objective-C. У нас куча разработчиков, которые нравятся на этом писать. У нас куча тестировщиков, которые все равно ничего особо не знают, поэтому тоже Swift и Objective-C заходят. Но на Objective-C мы на самом деле не пишем. Дальше я вам покажу пример, как можно сделать тесты на XCUI. Я очень вдохновился одним зарубежным докладом, ну и не одним даже, как там все хорошо. И это моя адаптация будет. Чтобы написать тесты в iOS, вам нужно создать проект в Xcode. Выбираем Single View Application и нажимаем внизу на кнопочку Next. Вы должны заполнить имя проекта и название организации и щелкнуть кнопочку Include UI Tests. Мы пишем свое приложение, это будет у нас социальная сеть в котике, где можно листать котиков. Сейчас покажу, как это выглядит, чтобы потом понять, как это… А, вот у нас есть кнопочки, переходим на ленту, котики тут нарисованы, но этот ScrollView не скроллится. Я вот пытаюсь скроллить, но тут есть баг, мы это будем тестировать. На второй вкладочке у нас есть видимый котик, мы будем смотреть, как проверить видимость. И на третьей вкладочке у нас нормальная небагующая ScrollView, но она перекрыта серой вьюшкой. И мы будем смотреть тоже последнего котика здесь. Как же писать тест? Конечно же, с помощью рекордзалки. Мы создаем пустой тест, пустой тестовый метод, запускаем тесты, и мы провалимся в breakpoint, который у нас стоит на тестовом методе. Провалились, ставим курсор на функцию, на первую строчку, и нажимаем внизу на кнопочку красную. И все, пошла запись. Мы щелкаем раз, щелкаем на котика, и пишется код там у нас. Все, теперь можно запустить тест уже, тут убрать breakpoint. Ну и пошел тест запускаться. В общем, тест повторяет все то, что записывает пользователь. Проверки приходится писать самому, естественно, потому что нельзя это записать проверку. Запускается app, ну и сейчас раз, щелк будет, и по котику второй щелк. В общем, все то же самое он воспроизводит. И в принципе рекордзалка подходит, если у вас в проекте вообще ничего не меняется, UI не трогается, он будет прям походить, втыкать на второй элемент, на третий элемент, как вы его укажете. Если что-то поменялось, то нужно будет все перезаписывать, скорее всего. И если у вас, не дай бог, клиенсерверное приложение, то там очень все динамическое, и рекордзалка тоже не подходит, и сами Apple там на WWDC показывают, что пишите тест сами руками. Для того, чтобы приложение было тестируемым, мы должны проставить идентификаторы для вьюшек, чтобы их искать в тестах. У нас машинного зрения нету, получается просто текстовые данные фактически из приложения. Вот на последнего котика в списке мы вешаем идентификатор LastCat, прям в UI. Пишем тест. Открываем эту вкладочку первую, которая у нас не скроллится, и проверяем, что LastCat exists, и проверяем, и тапаем на него. Запускаем этот тест, смотрим, что же реально происходит. Происходит ли проверка на видимость, и… Блин, тут видос так не идет. В общем, что бы тут видели. Юзер не может поскролить, но когда мы вызвали тап, он тапнул на него. Программный скролл произошел. Это ложнопозитивный результат у теста. Этот тест не валиден. То есть фактически тест не нашел баг, сказал, что все хорошо. Это плохо. Мы должны сделать все почестнее, и мы, наверное, должны честно проверить, что видим код. Мы должны честно скроллить, а не программным скроллом пользоваться. Поэтому мы откроем экранчик с котиком и напишем тест, где разные подергаем функции. Дернем exists, дернем, что код пересекает с экраном, и дернем is hitable. В общем-то, это все, что доступно. Нам посмотрим, что работает. Exist работает, но, как и в первом тесте, он лишь говорит, что элемент есть в иерархии. Но он не говорит, что элемент видим. Пересечение с экраном работает. Да, котик на экране. Вот из hitable нет. Хотя в интернете вы можете почитать, что из hitable используют для проверки на видимости. Если зайти в документацию, то из hitable на самом деле говорит, что hit point может быть вычислен у приложения, и из hitable может быть и true и false для видимого элемента, и true и false для невидимого элемента. В общем, он не подходит для видимости. И на самом деле на некоторые элементы можно тапнуть, хотя из hitable и false возвращает. В общем, у нас есть только пересечение с приложением. Exist нам не очень подходит. Мы будем этого котика искать. И скролить честно. Открываем экранчик, проверяем, что котик виден. И в for each проверяем, пересекается котик. Если нет, то скролим. Запускаем тест. Он начинает скролить. И все, котик пересекся с экрана. Вот он там где-то высвечивается. Если вьюшка была бы повыше, он бы вообще там не был виден никак. Вот от этого вообще никакой защиты нет. Встроенная в XUI. Вот вы можете свой iPhone навести на этот бар-код. Ну, камеру, если у вас iOS 11. Там ссылка на текстовое приложение. Можете в записи потом посмотреть. Там как бы доказательства того, что это все так и работает. Примеры тестов. Что же делать нам, когда мы такие нашли косяки? Пойти в интернет и узнать, а как сделать так, чтобы было все нормально? Мы идем в интернет, ничего там не находим, кроме таких всяких вещей. Люди пишут, что эта система не предназначена для тестирования. Что они перестали писать тесты, отчаялись. И можно тоже последовать их примеру, отчаяться и перестать писать тесты. Но мы в Авито не стали отчаиваться. Мы сделали тестирование, мы сделали проверку на видимость, мы сделали автоматический скролл честный. В общем, написали кучу тестов. Скажу, что у нас по факту сейчас. По факту у нас 150 тест-кейсов покрыто. Они составлены из 200 тестовых методов. Например, какие-то тест-кейсы могут иметь вариативность. Параметры разные. Мы гоняем тесты на четырех девайсах, на трех версиях iOS. И регресс у нас проходит автоматизированный за 2,5 часа. У нас есть интеграция в релизный процесс. То есть тесты прошли, и зеленые тесты не тестируются тестировщиками на ручном регрессе. Они не добавляются в тест-план наш. Мы гоняем эти тесты каждую ночь. Ну, в основном для того, чтобы следить, что все нормально. И также в экспериментальном режиме мы гоняем на pull-request, и мы блокируем pull-request, если тесты некоторые не проходят из какого-то набора. Это даже нам один раз дало возможность не пустить в девелоп crash при старте. Кто-то сделал. Но это пока только эксперимент, и мы будем стараться все тесты гонять на pull-request. Не все так шоколадно. У нас 80 тестов всего зеленых на самом популярном у разработчиков девайсе. И 50 процентов, если по всем осям смотреть. Ну, то есть если один зафейлится тест на одной из четырех осей, то все зафейли. Ну, то есть он красный будет. Почему? Потому что тесты устаревают. Устаревают, не поддерживаются, или изначально пишутся так, что на какой-то там девайсе не сработали. И как это решить? Сделать так, чтобы тесты запускались на PR. Решить проблему с производительностью и всего такого. Ну, мы это сделаем просто. Расскажу о нашей реализации. Приведу пример нашего теста. Расскажу про page object. Расскажу, как мы ищем элементы, проверяем на видимость, как мы скроллим, и как мы совершаем действия проверки. Это базовая часть. То, что мы не могли получить от головы к SEO. Запускаем тест. Сначала теста мы прокликиваем все алерты. Тапаем на кабинет. Тоже прощелкиваем эту штуку синюю. Это тестовый пользователь, это его профиль. Мы нажимаем на кнопку «Выйти из этого профиля» и проверяем, что вот мы вышли из профиля. Это самый простой тест. Показательный такой. Что тут есть? Предусловие вверху теста и набор шагов и проверок. И тестовая модель у нас привязана к нашей тестохранилке. Она соответствует шаги и проверке тест-кейсом ручным. В предусловии у нас переиспользуется функция «Перейдим неавторизованным пользователем на кабинет». Это просто часто используемые предусловия мы выделяем в короткие функции. Тестовый юзер берется. Далее происходят какие-то действия и происходят какие-то проверки. Тапаем, смотрим, что экранчики отображаются. Как мы видим, тут используются у нас такие короткие записи. Одна проверка, одна строка, одно действие, одна строка. Мы используем PageObject. Про PageObject расскажу. Баркод ведет на оригинальной статье Мартина Фаулера про PageObject. И PageObject – это такой подход, который используется, в общем, повсеместно в тестировании. Он из веба изначально пришел. И все автоматизаторы про него знают. Что такое PageObject? Это абстракция над экраном. Он состоит из элементов PageObject.element. Например, PageObject.element – это кнопочка, картинка, лейбл. И он абстрагирует всю работу с приложением. Там тапаешь, тапаешь PageObject. Например, он из дисплейт, например, видимый. И эта абстракция позволяет нам написать 100 тестов, которые используют какой-то элемент. А потом приложение рефакторится, там меняется иерархия, и мы не переписываем все 100 тестов, мы переписываем PageObject. И также мы абстрагируемся, например, от фреймворка, от нашего XUI. И очень хочется, на самом деле, от него отказаться. Мы и так от него почти ничего не оставили. Он не очень подходит для тестирования, на самом деле. И у нас еще используются компонентные тесты. Они переиспользуют все PageObject также. Так вот описывается PageObject. Это класс, там есть элементы, там кнопка перехода в мессенджер, кнопка перехода, пожаловаться на объявление. И у элементов есть способ до них добраться. То есть здесь вот ID-шники справниваются, вот этот самый популярный кейс. Находим вьюшку с таким-то ID. Ну и еще из кода тестов у нас доступен список всех PageObject для удобства. Поиск элемента. Рассмотрим PageObject элемент. У него есть локатор. Этот самый сложный у нас локатор. Он ищет элемент по ID-шникам, по типу элемента. Это в Accessibility такая штука есть, в Access UI. По инстансу класса он проверяет, что у него такой-то родительский view. Есть отрицание логическое, есть логическое и логическое или. В общем, очень сложный механизм отфильтровать элементы и заматчиться. Это абстрактная запись, она также не зависит от фреймворка тестирования. Что же нам представляет XUI для того, чтобы найти? У нас есть билдер, можно сказать, приложение. Дай мне все ячейки или дай какую-то конкретную ячейку с ID-шником. Дай мне все кнопки в ней. Дай мне элементы по индексу в иерархии. Можно также по предикату работать. Например, вот строковый. Очень часто в примерах можно увидеть. Обычный строковый предикат. Чем плох билдер и чем плох строковый предикат? В билдере нельзя сложные условия делать, нельзя кастомные проверки делать. Но он очень сильно ограниченный. Строковый менее ограниченный, но сложно и не нужно на самом деле какой-то древовидный предикат преобразовывать в строку. Это дико. К счастью, у нас есть предикат с блоком. Это значит, что в блок приходит каждый элемент и матчится. Соответствует он предикату или нет. И в блок попадает такая штука XI UE Element Attributes. Это где-то там зарыто глубоко в документации, не сразу найдешь. У XI UE Element Attributes есть всякие поля, типа текст элемента, лейбл, аксессибилити, аксессибилити ID. Но их реально очень мало. Нет, например, ссылки на родителя. Но, к счастью, можно подебажить и переверс инжинирить, что там приходит реально. Приходит туда реально XI Element Snapshot. И это наш первый хак. Мы вывернули все приватные хеддеры XI теста. И матчимся по этому огромному классу. Там есть все, что нам нужно. В общем, проблему мы решили. Примерно так это выглядит. У аппликейшена берутся элементы, которые уделяют предикату, там кастятся к XI Element Snapshot, вот этому приватному классу, и матчатся. И элемент таким образом найден. Когда мы нашли элемент, мы должны проверить, что он видимый, чтобы с ним работать, чтобы там доскроллить за него. Это самое важное вообще, что может быть в фреймворке для тестирования. Как мы это делаем? В XI вообще никак нельзя это сделать, не лезя в апп в приложение. Тесты работают в отдельном приложении. Они доступа к памяти не имеют. Из аппа мы можем каждый пиксель посмотреть, виден ли он. Есть такая штука в Earl Grey, как она работает. Делается скриншот всего экрана и достается движение вьюшки на этом экране. Ну, то есть именно скриншот реально, как она на экране выглядит. И вот это смещается на… Каждый канал этой картинки смещается на 128. То есть, например, белая вьюшка 255 смещается, получается 127. И вот эта вот смещенная вьюшка засовывается как сабвью той вьюшки, которую мы хотим протестировать. И после этого рендерится экран и смотрится. Если поменялось на экране ничего, то значит, что вьюшка ничем не перекрыт. Она просвечивает как бы. Если, например… Это уже моя фантазия, там немножко попроще. И контрибьютик, к сожалению, не было. А, ну, доказательства, что это все работает. Меня просили оставить этот слайд. Вообще, это была тудушка такая на прогоне первым. Ребят сказали, что он смешной. Мы умеем считать с точностью до пикселя площадь, видимую вьюшки. Как это передать в тесты? Можно поднять клиент-серверную инфраструктуру. Есть SBT UITAS Tunnel. Это такой под фреймворк. У него на гитхабе аж 88 звезд, но штука реально хорошая. Она стабильно работает, актуальная комитет, это часто новая. Что можно сделать? На хосте, в приложении в нашем, регистрируем какую-то команду. И эта команда преобразует реквест во что-то. Например, получает ID вьюшки и выдает ее видимую площадь. В тестах мы дергаем эту команду и передаем туда ID вьюшки. Мы эту штуку SBT UITAS Tunnel много для чего используем. Для проверки на видимость, для подсказок по скроллингу. Дальше будет про это. Идентификатор для AB-тестов, получаем из девайса, чтобы добавить юзеров в тестовый групп, чтобы какие-то фичи потестить, которые являются AB-тестами. Диплинки открываем, геопозицию симулируем. Но вообще этот фреймворк, он изначально задумывался для того, чтобы мокать сеть и записывать. Ну и мы это используем. Мокает он через NSURL протокол, ну как OH-CTP-стабс примерно. Мы получили, мы умеем получать площадь видимой вьюшки из тестов по ID, но как из тестов узнать ID-шнику вьюшки? Мы должны его из приложений как-то передать, чтобы он был в иерархии виден. Это наш второй хак в этом докладе. Среди полей accessibility нет такого, которое бы было ID-шником вьюшки. И есть куча полей с какой-то специфической функцией. Мы не можем добавить какое-то кастомное. Поэтому мы берем свойство жертву, это accessibility value, и свизлим ее. И возвращаем помимо оригинального value еще наш набор кастомных полей. В iOS 11 мы всего два класса засвизлили с уникальной имплементацией. На iOS 9 и 10 пришлось 400 сделать. Немножко дольше работает, но в принципе у нас есть возможность вообще кастомить иерархию, как угодно. И это все, что нам нужно для того, чтобы проверить видимость. Скроллинг. Скроллинг это очень важная штука. У нас код тестов абстрагирован от скроллинга. У нас при каждом взаимодействии с элементом происходит автоматический подскролл к вьюшке. Если вьюшка где-то там далеко, в скролл-вью, внутри другой, в коллекшн, внутри тейбл-вью, то мы должны вытащить эту вьюшку на видимую область экрана. Как можно сделать, например, в скролл-вью все есть элементы в иерархии сразу. В коллекшн-вью нету всех элементов в иерархии сразу. Поэтому сначала мы автоматический скролл делали так, что мы что-то свайпаем вверх случайно, смотрим, появился, не появился. Ждем там, чтобы там все прогрузилось. Еще раз свайпаем, потом вниз свайпаем, откуда мы начали, потом еще в обратную сторону. В общем, это все долго. Поэтому мы решили сразу находить вьюшку всегда, без слепого скролла. Ну и скролл происходит автоматически в каждой проверке. Тесты обращаются к приложению, спрашивают, доскролли меня до этой вьюшки, там в приложении имеют всю иерархию, работает очень быстро, контент-авсеты, контент-энсеты, все это есть там. И выплевывает тестом конкретный путь, минимальный, который нужно протащить до вьюшки. И тесты просто это выполняют. И тут просто интересная особенность такая, что не все так просто, не всюду можно тапнуть. Если, например, попытаться тапнуть в правый край экрана по какой-то координате, то координата умножится на 2. То есть, если какая-то превышает экран координата, то обе умножаются на 2. Но если она из них неотрицательная. И там совсем рандомные значения приходят, когда область статус-бара тапается. В общем, интересная особенность. Эта функция режет нам наше действие по свайпу, чтобы оно попадало в нормальный координат. Про collection view. Что нам нужно сделать, чтобы сразу узнать, где я находится вьюшка? Вот каким-то образом в XUI в таблице каждая ячейка видна в тестах, а вот в collection view такого нет. Нам нужно как-то узнать инфу про все ячейки. Что мы делаем? Мы связлим. Мы связлим протокол accessibility container и в качестве челдов в accessibility, помимо видимых ячейок, мы их добавляем в создающиеся постоянно при запросах ячейки, которые находятся за пределами экрана. И при reload data и perform batch updates мы cache-окдолбим, который сохранит ячейки. И у нас там есть фреймы ячейок, в общем, все, что нам нужно. Мы можем сразу понять, что, например, вьюшке нету на экране вообще. Чтобы понять, что вьюшке нету, нужно, по идее, вообще все проскраливать, искать ее, а точно ее нету там. Вот мы так все можем делать сразу. Не мы знаем, куда скролить, например. Все, мы можем доскролить до элемента, осталось только его проверить, наверное, и потапать. Действие – это очень просто. Мы находим элемент, получаем XCUE-элемент, и у него там, у этого класса есть функции tab, press, свайпы. Ну и все, в общем-то, там тачи довольно ограниченные. Проверки тоже аналогичные. Вот тут в примере мы проверяем value, accessibility value. Вот мы доставим там оригинальное значение, его проверяем. Тоже в XCUE-элементе есть все поля. И этого, в принципе, хватает для того, чтобы уже тесты все писать. Интересно вещи этой оптимизации, потому что если вы сделаете все очень круто, но это будет очень медленно работать, то просто вы плюните, не будете такие тесты делать. Что делается для ускорения тестов? Ускоряются анимации. Мы делаем переходы по диплингов вместо прохода по каким-то долгим сценариям. Мы делаем умный скроллинг. Умный скроллинг, он дал нам больше всего профита по скорости. И очень интересная штука – это кэширование XCUE-элемент-снапшот от того самого приватного класса. Ускорение анимации можно сделать с setAnimationEnabledFalse, но это просто убьет все анимации. Лучше повышать скорость слейера, они тогда будут реально выполняться, просто быстрее и незаметно вообще для глаз человек. Переходы по диплингам. Вот, например, нам нужно перейти с одного экрана, что-то там протыкать, заполнить, перейти на другой экран, что-то там протыкать. И так у нас там на это 100 тестов, допустим, написано, которые переходят на какой-то экран. Зачем? Когда можно один тест написать, что он проверяет, что это все работает, вообще переход. И потом статисты к диплингам просто дергать, сразу переходить. Сильно ускоряет тестирование. Ну и нам это было сделать легко, потому что у нас там сотни диплингов, наверное, сейчас почти на все экраны есть. И как-то запилить переходы по диплингам очень просто. Как переходим по диплингам? Через тоннель вызываем команду откроем мне диплинг и у аппликейшена вызываем OpenURL. Про скролирование я рассказал уже более-менее. Кэширование XElement snapshot – это интересная штука. Вот у нас тут достаются элементы по нашим предикатам. И в предикате, и плы, наверное, вы удивились тому, как мы используем их продукт, в этом предикате мы запоминаем все, что нам туда пришло. Причем особо гарантии нету, что сколько раз вызовется этот блок и когда. Но мы все равно скашируем это все. при доступе к любому property XEUElement, это вот тот, у которого есть тап и все такое, он каждый раз ищет этот элемент, каждый раз вызывает этот предикат, каждый раз лезет, получает и получает. И поэтому мы отсекаем где точки, когда вызываются предикаты. Ставим точку, когда все началось, дергаем любое property, например, exists у элемента, и говорим, что все, замораживаем этот кэш, он набился полностью. Что потом делаем с элементами? Очень хорошо помогает при скроллинге. Доступ к property XEUElement может до полсекунды занимать. А когда у нас набиты все снапшоты, вот эти вот в кэш, тот приватный класс кучи полей, мы можем к их полям очень быстро обращаться, ну просто property дергать. В скроллинге там очень много раз поля проверяются, по-моему. Или мы сейчас все оптимизировали очень сильно, не помню. В общем, реально тоже работает, прикольная тема. И инвалидируется кэш при любой следующей проверке. То есть на одну проверку там генерируется кэш. Вот этот. Про очистку стоит тоже поговорю. Очень важно иметь всегда чистое приложение. Это довольно сложно сделать. Вообще, в идеале, наверное, вы должны перед каждым тестом, перед запуском каждого теста, новый Mac покупать и X-код новый ставить. Потому что там довольно сложно все хорошо почистить. Что мы делаем для чистки? Мы удаляем app, мы долбим keychain, мы долбим user defaults в app-группе, там все такое. Мы также патчим кучу плистов в папке симулятора с клавиатурами, с настройками клавиатуры. И alert протыкиваем, который вдруг какой-то тест завис на разрешении прав к камере. И этот alert вообще никак не скрыть. Просто, ну, сами знаете, вот руками даже нельзя выбрать. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ни да, ни нет. Ставь меня в покое. Мы его тоже скрываем. И сбрасываем настройки геолокации, например, с помощью нашего последнего сегодня хака. Можно завязать core location framework и подергать всякие приватные методы, выставить текущую геопозицию и протестировать работу с картой, например. Отчеты хотел немного сказать. Это очень важная тема. Когда у вас появится build или даже тесты вы гоняете, просто вы хотите в отчете понять, что пошло не так. И не хотите там пересматривать видео и тем более перезапускать тесты. Отчеты у нас всякие разные. Есть в Xcode, в Alure. Это система отчетов от Яндекса. И наша местная система. В Xcode Editor очень все просто. Мы хотим, когда прогоняем тест при разработке, видеть прям все подробно, что пошло не так, почему. И вот в каждом действии еще строчка и файл берется, и там размещается маркер о фейле. Это была одна система, и следующие три будут такие, немного другие. У нас логируется дерево того, что происходит. То есть мы делаем предусловие, внутри предусловия могут быть какие-то действия вложенные. И это дерево, например, рисуется в Xcode в стандартном органайзере. И мы в шагах указываем кучу всего. Мы перекладываем артефакты, при ошибках, иерархию вьюг, скриншоты и кучу всего полезного. Также мы как-то начали юзать Alure. Это от Яндекса, по-моему, фреймворк, система. Можете ее заюзать, если у вас там в компании ничего нет. Очень хорошая штука. Там древовидные шаги поддерживаются. Но постепенно мы стали переходить еще на свою систему. Она хорошо интегрирована с тестохранилкой, с нашей, в общем, со всей нашей инфраструктурой. Тоже древовидные отчеты поддерживаются. Там можно посмотреть, какие команды, чем занимаются, с какими тестами. Хотел бы еще сказать, что отчеты и булл – это такая вещь несовместимая. Если вы ассертитесь, то вы должны… Если вы пишете к сети ассерт и там какую-то бульку, и все, то по отчетам ничего нельзя понять. Вот, например, локаторы у нас, они вот бульку не возвращают. Такой вот у нас локатор. Там видите сравнение, но это не булька. Это на самом деле здесь билдится предикат. Это просто такой сахар. И почему это круто? Потому что, например, не замачивалась у нас вьюшка. И у нас прям подробный отчет, какие конкретно проверки для каких-то элементов не прошли. И вот мы тут можем понять, что да, у нас буттоны есть, кнопочки, баттоны, и айдишек нет. А для сложных проверок это тоже актуально очень. Немного расскажу про CI. И про процессы. У нас на Мобиусе, кстати, выступает человек из Авито, Леша Шпирка из нашей компании. И он там вообще очень подробно про все процессы, как мы ветки режем, как мы фичи тоглы делаем, АБ-тесты и все такое. Вот так у нас выглядит наш регресс-суит в TeamCity. Это как Jenkins, как Bamboo, система сборки. У нас есть четыре параллельных билда под разные девайсы. Они запускаются, и в сумме все занимает два с половиной часа на стандартном раннере X-кодовском. Ну и на pull-request мы тоже запускаем какие-то смоуки, чтобы постепенно наращивать количество тестов на pull-request. Как мы запускаем? На самом деле с этим все очень плохо. Есть разные тулзы для запуска тестов, и вот в таблище представлена функциональность, которая нам нужна для каждой тулзы. Первая функциональность, которая нам важна, это то, что он не зависает. А вторая, это то, что он не крэшится. Третья, что запускаются все тесты. X-код build мы поиспользовали, на hello world вообще отлично проходит, но на каких-то огромных проектах там все сходит с ума, начинает течь, зависать, крэшится, не все тесты запускаются. Есть отличная тулза от LinkedIn на Bluepill, и она тоже на hello world, кстати, работает хорошо. Она не крэшится, не зависает. Там есть шардинг, можно параллелить на 20 симуляторах свои тесты, они все будут быстро проходить, но она у нас тоже не все тесты запускает. Есть ish.ru у них на GitHub, с отчетами там тоже ошибки есть. Мы взяли и недавно начали свой раннер пилить. Он, кстати, тоже шардинг уже поддерживает, почти готов. С ним идет не 2,5 часа, а час-полтора, но пока он не сильно допилен. Он основан на FBX-тест, кстати. Мы фактически запилили просто шардинг. И долбежку из симуляторов, который там течет. Вот все такое. Наверное, даже за open source. Еще немножко инфографики. Как у нас примерно пишутся тесты. Очень много тестировщиков пишут тесты. Тут большое количество разработчиков и совсем немного тестировщиков. Но тестировщики просто реально много пишут, а разработчики им просто помогают, потому что тестировщики у нас в основном программировать не умеют. Просто о, код, что такое? Смотрят на нас как на богов. Но в принципе быстро очень въехали и входят. Им очень нравится. Они прям чувствуют рост. Ну и я думаю, они и будут писать очень большую часть тестов. Ну что хочу сказать. В принципе, докладом я хотел показать, что тестирование возможно, нормальные тесты возможны, не hello world-уские. Хотел еще сказать, что XE UI такая штука, что вы очень сильно наступите с ним на грабли, если будете это делать. И еще хочу сказать, что нужно реально очень много времени инвестировать. Инструментов нет. Рассчитывайте на человека год или больше, ну то есть порядка такого, чтобы поднять тестирование, которое приносит профит. У нас еще человека год не прошел пока. Ну, жду ваших вопросов. Рад на них ответить. И также вот мой телеграмм и скайп. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Я вот увидела в выводах, но во время доклада, что XE UI тест это как бы не очень хорошо. А что вы тогда советуете? К сожалению, альтернатив вообще нет. Возможно, мы будем свою штуку open source и возможно вот этого даже доклада хватит для того, чтобы кто-то свое начал делать, но инструментов реально нет. Можно Earl Grey теоретически использовать для тестирования, но там все плохо с blackbox. Реально нужно написать, наверное, свой раннер, чтобы запускать приложение каждый раз при запуске нового теста. Earl Grey просто работает внутри процесса приложения, как мы пишем свои тесты на Earl Grey. Мы запускаем приложение, тест показывает, кидает вью-контроллер, тестирует его, кикает, открывает новый вью-контроллер, тестирует, кикает. И мы очень легко можем этот стейт почистить. А вот весь стейт всего приложения почистить довольно проблематично. Поэтому мы начали с XE UI функциональный тест. И у меня еще один такой небольшой вопрос. Вы писали, что вот в билдере сложно делать такие сложные, скажем так, пути к элементу. Чем вас не устроил у класса XE UI элемент куэри, там методы контейн, чайлд, которые позволяют гибко довольно навигироваться? Ну, например, вы хотите регуляркой там замачиться, но там билдерам это просто нельзя сделать. И вы хотите, я вот не знаю, как он работает с множеством чайлдов и с отрицанием каких-то проверок на родителя. С логическими выражениями. Ну, в стринге, по-моему, можно все сделать, но смысла юзать ее нет, когда есть более нормальный предикат с блоком. Спасибо за доклад. Мой вопрос в следующем. Вот вы озвучили, что у вас какую-то часть тестов пишут QA инженера, а какую-то часть сами разработчики. Вот по вашему опыту устаревают тесты больше те, которые написаны разработчикам или QA инженерами. И второй вопрос, как вы превентите это, то есть на этапе мердж реквестов вы смотрите, что там тесты не отстали от эпо, и кто ревьювит мердж реквесты QA инженеров, разработчики или главный QA инженер, или вот интересно такое услышать? У нас нет главного QA инженера, у нас есть куча разных команд, которые занимаются отдельными фишками приложения, там пользовательский опыт продавца, пользовательский опыт покупателя. У них есть свои QA, свои разработчики, они все вместе сообща работают, помогают друг другу, общаются там напрямую, сидят рядом, друг другу полрекресты, ревьювит. Как предотвращаем устаревание тестов? Никак особо. То есть люди смотрят, а что-то у нас тесты там не работают, поддерживают их. Ну вот такая вот штука. Чтобы тесты не устаревали, надо их просто на полрекрестах проверять, потому что другого пути для того, чтобы иметь 100% зеленых тестов вообще нет. Ну, иногда вот просто кто хочет поддерживать тесты, тот и поддерживает. Ну, у нас скорее такая сейчас этап, что мы разрабатываем фреймворк, и он до конца не разработан, но тесты уже пишутся. И это нам позволяет все лучше разрабатывать наш фреймворк. У нас будет очень много тестов, они будут вообще не зависеть от фреймворка. То есть мы можем вообще все поменять, там тесты останутся. У нас будет огромная база тестов. Ну, и, наверное, допилиться на полрекреста потом. Последний вопрос. Спасибо. Очень интересный доклад. У меня такой вопрос. Как вы решаете проблему с несколькими локализациями, если у вас есть вообще-то в приложении? Может быть, есть какие-то подводные камни, с которыми вы столкнулись? Просто в этом докладе я ничего подобного про локализацию не слышал. У нас только Россия. У нас нет локализации. Короткий вопрос. Поблагодарим спикера. Спасибо.